В конце января в Гомеле состоялась 15-я сессия областного совета депутатов 27-го созыва. На рассмотрение были вынесены вопросы по выполнению инвестиционной программы региона за 2015 год, а также утверждение новой на 2016. Стоит отметить, что в прошлом году были выполнены все показатели инвестпрограммы. Первоначально на ее реализацию было направлено около 590 миллиардов рублей, однако в течение года расходовались дополнительные средства. В результате общая сумма составила 695 миллиардов, прирост около 9%. Большая часть предназначалась на строительство объектов для сельского хозяйства и жилищно-коммунального хозяйства. В общем, за 2015-е было введено 98 объектов. 38, работа по которым не завершена, включены в новую инвестиционную программу. На нее из областного бюджета планируется направить около 840 миллиардов. При этом, как было подчеркнуто, в нынешних экономических условиях каждый рубль должен быть использован рационально. В первую очередь, с учетом дефицита бюджетных ресурсов, в этом году уже более детально подошли к этой теме. И, соответственно, вложение средств только туда, где они требуют кардинального вмешательства. Опять же, здравоохранение, образование, объекты культуры, физкультура и спорт. Основные такие направления. Сельское хозяйство. Также в этом году в ней с программы будет включено жилищное строительство, инженерно-транспортная инфраструктура. На повестке дня работы 15-й сессии областного совета также изменение границ города Гомеля и Гомельского района. А именно, определение статуса рабочего поселка Костюковка. Планируется, что уже через два месяца, когда все юридические процедуры будут пройдены, он станет новым микрорайоном областного центра. После утверждения документа депутатами его направят в Министерство юстиции, а затем в Национальное кадастровое агентство, где будут зафиксированы измененные границы города Гомеля. Решения о подчинении Костюковке городу Гомель были приняты еще в 65-м году. И все это время существовало по факту это подчинение городу Гомелю юридически Гомельскому району. Для того, чтобы устранить эти противоречия, принимается решение областного совета, для того, чтобы в дальнейшем и фактически, и юридически было полное сочетание. Что касается статуса фактического населения Костюковки, то оно не меняется. Они как были жители Гомеля, так и остаются. Создание новых рабочих мест Новый показатель, который с 2016 года заложен в программу социально-экономического развития регионов. В Гомельской области планируется трудоустроить не менее 2300 человек. Примерно десятую часть от этой цифры в Жлобинском районе. Причем создание рабочих мест предусматривается и за счет частного сектора. Большие планы в этом направлении в обществе с ограниченной ответственностью – торговая сеть «Продмир». Предприятие в сентябре прошлого года открыло многофункциональный развлекательный комплекс, на базе которого создано 41 рабочее место. Боулинг, бильярд, аэрохоккей, уютный ресторан, интерьер в стиле Дикого Запада – все это, безусловно, позволит интересно и с пользой провести время жителям и гостям Жлобина. Мы планируем в этом году предприятие дальше развивать. Я надеюсь, у нас получится построить еще один розничный объект. Ну, наверное, до 40 рабочих мест, может быть, нам удастся создать. Также мы сейчас очень серьезно работаем над крупным медицинским центром. Если наши планы реализуются, то, наверное, около 90 рабочих мест в Жлобине мы сможем создать на базе медицинского центра. Новые рабочие места были созданы и с появлением в Жлобине пиццерии «Италия». Двери для посетителей были торжественно открыты в январе нынешнего года. Данный объект общественного питания за короткое время стал популярным у жителей города. В небольшом, но довольно уютном помещении любой желающий сможет насладиться итальянской кухней или просто отдохнуть за чашечкой кофе. Кафе рассчитано на 15 рабочих мест. В данный момент занято 8 человек. То есть 7 мест рабочих еще свободны. То есть, ну, подбирается коллектив. Только открылись, поэтому люди пока работают еще не все. Производственное предприятие «Жлобин глаз» было зарегистрировано в марте прошлого года. Первоначально небольшая группа предпринимателей хотела реализовать себя в деревообрабатывающей отрасли. Однако спустя короткое время решили заниматься обработкой стекла. В данный момент арендуют неиспользуемое помещение, где раньше находилась пожарная часть. Работали в другом помещении. Оно было намного меньше. Квадратов 120, наверное. А потом нам исполком помог снять это государственное помещение. Вот здесь 570 квадратов. И потихоньку перевозим вот это вот оборудование. И начинаем потихоньку подключать и, говорится, и работать. Всего в прошлом году на карте «Жлобинского района» появилось 47 предприятий малого и среднего бизнеса, что позволило трудоустроить 166 человек. На 2016 год планы более масштабные. Планируется создание около 200 рабочих мест. Создание новых рабочих мест – одно из основных направлений в развитии экономического сектора региона. Однако еще более важным является обеспечение безопасных условий проживания. Тему профилактики гибели людей проанализировали в агрогородке Уваровичи, Будокошелевского района, во время выездного семинара. Среди участников – представители райисполкомов и сельских советов, сотрудники МЧС, учителя и социальные работники. Основные поставленные вопросы – как предупредить чрезвычайные ситуации и сохранить жизни людей, а также какие новые формы существуют в работе смотровых комиссий. Непосредственно ознакомиться с работой смотровой комиссии Уваровичского сельского совета участники семинара смогли сразу на практике. Проверки домовладений осуществляются два раза в месяц. В зависимости от внешних факторов могут проходить каждую неделю. Обычно в начале отопительного сезона и непосредственно в период эксплуатации печного отопления, когда фиксируется наибольшее количество пожаров. Конечно, все субъекты профилактики занимаются своими вопросами в домовладении, выявляют нарушения, которые препятствуют жизнеобеспечению населения и, конечно же, контролируют их исполнение. В целом на территории сельсовета находится около 1300 жилых домов, и каждый должен быть на личном контроле. Если выявляются нарушения, которые несут угрозу не только хозяевам, но и соседям, выносятся предписания. Однако, как отмечают представители местной власти, сегодня самосознание людей повышается. Каждый понимает, что за собственную жизнь, прежде всего, необходимо отвечать самому. Мы в ответе за свою жизнь и за свое домовладение, за все, что мы имеем. Первонаперво ответственность ложится на хозяев дома. Мы должны за всем этим следить. Профилактическая работа должна проводиться и среди школьников. Учащиеся у Варовичской средней школы каждый год принимают участие в республиканском конкурсе «Спасатели глазами детей». Они создают наглядную агитацию, пишут стихи. Их учат правилам поведения во время пожара. А главное – тому, как его предотвратить. Эта работа проводится с начальных классов. В частности, здесь задействовано объединение по интересам, в котором занимаются дети и изготавливают данные поделки. Во время семинара в Будокошелевском районе напоминают, что к трагедии иногда могут привести обычная невнимательность и неосторожность. Поэтому даже в тот момент, когда не ожидаешь ничего плохого, нельзя терять бдительность. Данное мероприятие – это учеба областная по работе смотровых комиссий. В этом году продолжается эта работа, которая активно началась. В прошлом году она дала свои результаты существенно, потому что количество погибших и пострадавших за 2015 год оказалось минимальным на протяжении последних 7 лет. То же самое количество пожаров. Это результат совместной работы всех субъектов по филактике в плане работы смотровых комиссий. В целом за прошлый год по сравнению с 2014-м вдвое снизилось количество пожаров. Число погибших сократилось на треть. Это результат работы всех субъектов профилактики. Однако, как говорят, нет предела совершенству. Данное мероприятие было инициировано губернатором Владимир Андреевичем Дворником. И по его поручению, в принципе, мы получили новый импульс работы смотровых комиссий. В частности, не только мы смотрим вопросы пожарной безопасности, но и смотрим выявление неблагополучия в семьях. Поэтому сегодня принято решение о вот таких новых формах работы, где сегодня и селисполкомы, и субъекты профилактики могут посмотреть на местах, как работает в данном населенном пункте смотровая комиссия, какие есть вопросы, на что нужно обратить внимание, встретиться опять же с населением, посмотреть проблемы не только на бумаге, но и изнутри. Практика проведения подобных семинаров сохранится и в будущем. Главное – сделать все возможное для предотвращения гибели людей. А в 13-й школе города Жлобина прошло менее масштабное, однако не менее социально значимое мероприятие – областной этап Республиканской Олимпиады по трудовому обучению. Все восемь учащихся – представители школы-хозяйки региональных состязаний – стали обладателями дипломов. А пятеро местных воспитанников вошли в состав областной команды. Каждая из них уже имеет опыт успешного выступления в прошлые годы. Ребята опытные, у которых растет мастерство из года в год. Они встречаются на Олимпиадах, они сравнивают свои успехи, свои результаты, свое мастерство. И это просто вынуждает их все время, чтобы оставаться на вершине, совершенствоваться. Более того, ведь мотивы у них, да, безусловно, победы в Олимпиаде престижны, но серьезным мотивом – это их творческий рост, творческий проект. Они сегодня сделали одно изделие, а понимают, что оно по уровню уже может быть и лучше, по качеству. То есть они серьезно ставят перед собой задачи и идут, решают их, делая новые, более сложные изделия. Многие считают Олимпиаду по трудовому обучению одной из самых сложных среди всех школьных предметов. Во-первых, больше всего заданий именно здесь – теоретические и практические этапы, а также творческое задание. А во-вторых, ребятам нужно показать не только свои навыки работы с инструментами, но и решать сложные математические задачи, демонстрировать свое логическое мышление. Однако умения, приобретенные во время занятий и при подготовке к Олимпиаде, обязательно пригодятся в жизни и поспособствуют формированию всесторонне развитой личности. Конечно, каждый уважающий себя мужчина должен уметь работать руками. Безусловно, хоть кто будет дома, хоть даже во время трудоустройства на производстве, будь ты инженером или слесарем, ты все равно должен уметь что-то сделать, ну, хотя бы понимать, как это делается и в чем заключаются обязанности. Активное участие в Олимпиаде по трудовому обучению принимали и девушки. Юные рукодельницы на протяжении нескольких месяцев готовили свои творческие проекты. На подготовку к Олимпиаде уходило все свободное от занятий время. Но никто не жаловался, ведь такие занятия, хоть и трудоемкие, однако при этом весьма увлекательные. К тому же приобретенные навыки наверняка пригодятся во взрослой жизни. Елена Гуцева в Олимпиаде участвовала впервые. Своим дебютом вполне довольна. Результат – диплом третьей степени. При этом она уверена, что приобретенный опыт в дальнейшем поможет выступить еще лучше. Мне понравилось очень участвовать, и я хочу пройти дальше, я хочу взять вторую степень и пройти на республиканскую. Но, думаю, мне хватит времени, чтобы создать новый проект в следующем году. Я думаю, что я справлюсь со своей задачей и выйду на республику. К слову, сегодня учреждения образования области уделяют все больше внимания вопросом дополнительной занятости учащихся в различных кружках по интересам. Качественная организация свободного времени школьников – это прежде всего развитие их творческих и спортивных способностей. Немаловажным является и профилактический аспект. По статистике чаще происходит правонарушение с участием детей, когда после уроков они ничем не заняты. Разнообразный и интересный досуг предлагает гимназия города Хойники. К примеру, освоение техники квиллинг – это изготовление различных интересных композиций и скрученных в спираль бумажных полосок. Занимаются им дети самого раннего возраста. Бумага нарезается на узкие полоски, бывают разных размеров, разной длины, в зависимости от объема деталей, объема цветка, какой-то подделки. Дети выполняют эти работы, им очень нравится заниматься, у детей, то есть они крутят эти полосочки руками, и это им способствует для развития моторики рук. Популярна среди школьников и местная спортивная школа. На данный момент в ней занимается более 400 учащихся. Основные направления – тяжелая и легкая атлетика, дзюдо и самбо. Спортивный зал служит не только отличным местом для проведения досуга. Многие здесь получают путевку во взрослую жизнь. За время существования спортивной школы из ее стен вышло более 50 мастеров спорта. На очереди новая смена атлетов. Начал заниматься, потом поехал на область, начал логовать, понравилось. Потом начал заниматься. Поехал я в Минск учиться в училище Липецкого резерва. Радушно открывает свои двери перед посетителями также Центр творчества детей и молодежи города Хойники. Здесь представлен широкий выбор различных кружков. Более 70 видов. Это спортивные, технические, декоративные, музыкальные и танцевальные секции. Занятие по душе сможет найти каждый школьник. Для удобства многие кружки действуют не только в Центре творчества. Объединения по интересам расположены на базе всех учреждений города. И не только города, но и всего района. Потому что у нас работают педагоги-совместители. Особой популярностью пользуется хореография. Образцовый ансамбль эстрадного танца «Драйв». Это 50 ребят в возрасте от 4 до 16 лет. Коллектив несколько раз становился лауреатом областных и республиканских конкурсов. А также признан одним из лучших в Ломельской области по реализации программы внешкольной занятости учащихся. Здесь изучают различные направления от народных до современных танцев. Создание условий для занятий в кружках позволяет прививать школьникам спортивный образ жизни и развивать творческие способности. Учитывая известную аксиому, что здоровая и креативная молодежь – залог будущего страны, работа в этом направлении является приоритетной. Вопросы сохранения богатого историко-культурного наследия нашей страны на Гомельщине всегда уделяли особое внимание. В 2016 году, который объявлен Годом культуры, это приобретает особую значимость. Одни памятники архитектуры уже стали визитной карточкой региона и вызывают неподдельный интерес у туристов. Другие только недавно прошли длительный этап реконструкции, чтобы обрести свой первозданный вид. К примеру, в деревне Красный Берег Жлобинского района находится один из самых красивых и в то же время малоизвестных дворцово-парковых комплексов Беларуси – усадебный дом Козел Поклевских. Он уникален по своей архитектуре – мансардные крыши, острогольные шпили, слуховые окна, шатры башен. Все это придает историко-культурному объекту особую выразительность. Между тем, реконструкция роскошной усадьбы XIX века, построенной именитым петербургским архитектором Виктором Шрётером, завершилась только в прошлом году. И сегодня двери усадьбы широко открыты для ценителей Прекрасного. Сейчас, после проведения реставрационных работ, наши залы отражают историю дворянской усадьбы XIX века. Владельцами усадьбы были именитые российские предприниматели. Это семья Козел Поклевских. Достаточно известные в России предприниматели – это владельцы горной промышленности, азбестовой, стекольной, золотоносных приисков, собственного регулярного пароходства по АБИ. То есть владельцы огромной финансовой империи. Род Козел Поклевских был знатен и богат, а потому в их усадьбе размещались исключительно роскошные предметы мебели и интерьера, выполненные вручную известными художниками и мастерами. Эти семейные ценности, безусловно, вызвали бы огромный интерес, но, к сожалению, они были утрачены. А потому сейчас все заинтересованные воссоздание этого уникального объекта занимаются вопросом наполнения усадьбы экспонатами, отражающими эпоху ушедшего времени. Учитывая очень высокую степень сохранности нашего усадебного дома и то, что наш усадебный дом внесен в список историко-культурного наследия Республики Беларусь, нам очень хотелось, чтобы мы наполнили комнаты наших помещений обязательно аутентичными предметами. Поэтому все предметы, которые размещены сейчас в помещениях нашего музея, это предметы 19 века или даже начало или середины 19 века, которые предоставил нам гомельский коллекционер, меценат, историк Сергей Леонидович Путелин. Официально принимать туристов начали с лета прошлого года. Здесь уже успели побывать гости из Польши, Дании, Германии, США, а также соседних России и Украины. Кроме проведения интересных и увлекательных экскурсий, проходят торжественные церемонии бракосочетания, праздничные балы и другие мероприятия. В перспективе и дальше развивать инфраструктуру этого дворцово-паркового комплекса для комфортного пребывания туристов и для сохранения уникального памятника архитектуры нашим потомкам. Одна из задач провозглашенного в 2016 году культуры – также возрождение и сохранение народных традиций. И самый первый обряд, который в начале года проводится на территории нашей страны – каляды. Это уникальный культурный синтез языческих и христианских традиций. С древних времен каляды были одним из самых радостных праздников. Эта тенденция сохраняется и сегодня во всех районах Гомельщины. В агрогородке Красный берег Желобинского района обряд каляды проводят в Старый Новый год масштабно и зрелищно. За время существования обряда он претерпел определенные изменения, но его суть остается прежней. Вот уже 30 лет, как мы поддерживаем традицию и ходим по калядках, по домам. Выходим где-то часов 5 вечера, начинаем сразу петь обрадовые песни, потом хозяин выходит из дома и нас приглашает к себе в дом. И там мы начинаем уже обрад калядование. Одно из обязательных правил на каляды – встречать праздник всей семьей. Однако с семейным застольем он не ограничивается и продолжается веселыми шумными гуляниями. Для этого калядующие переодеваются, раскрашивают лица или используют маски и ходят по домам. Добрый вечер, пане и господару! Дозвольте до вас завитать, с калядой повиншевать! Мы вязково запрошаем! С большой радостью! Главный действующий персонаж этого коллектива – коза. Как символ плодовитости и благополучия. К тому же считается, что это животное отгоняет нечистую силу. С живой козой по домам ходить не принято, а потому ее роль исполняет переодетый человек. Ой, да, ой, да, и поможла козела коза. Ну-ка, коза, повернись, развеселися, пану доброму поклонись, как господинька добрее стала, принесла каубасы, десала. Калядующие хозяева дома всегда встречают радушно. Это залог того, что будущий год будет удачным. Принимают ряженых гостей с большой радостью и щедро даривают их различными угощениями и подарками. Я работала в школе и поддерживала мы эти традиции белорусские, народные. И дети мои всегда ко мне приходили. Я их учила, я сама на баяне умею играть. И я их всегда готовила, и они ходили по всей деревне, мои ученики. И вот мы сохраняли эти традиции. И я теперь рада, что это все возрождается. Визитка ведущих всегда завершается одинаково. Песнями, танцами, исключительно добрыми пожеланиями хозяевам дома. С песнями, шутками и прибаутками отправляемся в следующий дом. В нашем случае в администрацию Краснобережского сельсовета. Стоит отметить, в гостях ковидующие долго не задерживаются. Программа праздника составлена таким образом, чтобы удивить, обрадоваться, развеселить. Но ни в коем случае не утомить хозяев. Пойду в бары, не в плясах, надену балетки. Буду ноги закидать. Вынижайся, буренки. Ура! До распространения христианства коляды отмечали 21 декабря. В день зимнего солнцестояния. Сейчас в разных уголках Гомельщины обряд проводят с 7 по 18 января, в период святок. Отсюда и элементы гадания. Но все предсказания только самые оптимистичные. Тяните соломинку, погадай, всю правду скажи. Ой, пани, господа, добрый год для тебя будет. Живела будет лустеть. Усих дачок замуж отдастся. Все доброе будет в этом году. Богатый урожай. На Гомельщине, особенно в ее глубинке, обряд коляды считается наиболее живым, ведь ежегодно в нем с огромным интересом принимает участие все большее количество детей и взрослых. А это значит, что о вековых традициях наших предков узнают и следующее поколение. Сохранение традиций – это очень важно для воспитания вообще проживающих на территории населения, потому что не зная традиций, которые были у нас, и не сохраняя их, мы как бы не можем видеть и будущее, скажем так, потому что и у нас как бы на территории Совета этому уделяется очень большое внимание. Продолжение следует...